Я смотрю, у нас слово аббревиатура КРТ превращается уже в новое слово из 3-2, такое сакаральное. А это просто инструмент, просто механизм, инструмент, который может работать для нашей государственной целью. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Почему в Ливенцовке нет парков? Я, например, построил миллион квадратных метров свой, в том числе и Ливенцовку. Вот вы, я сказал, я построил Ливенцовку. Еще выйдет сейчас тысяча человек и скажет, и я построил. Это правда. Каждый из нас построил Ливенцовку. Но просто я, когда я начал заниматься, и когда там еще было поле пшеницы, не пухаружное, а пшеницы. И я скажу вам, почему там нет парков. В проекте планировки, который мы делали в Ливенцовке, а до нас еще делали замечательные люди, которых тоже сейчас нет. Прошел проект, я по М2 делал проект застройки этого жилого района Ливенцовский со всеми микрорайонами. Он был сделан еще в 1992 году. И там был парк. Это были микрорайоны, там был парк. И про те планировки, которые я делал, там был парк. И сейчас он там есть. Но там не было КРТ. Там был код. Комсу на своей территории. Где функция города социаловика в том, чтобы выставить некие условия на аукцион, и получить максимальную стоимость за этот земельный участок. Все. Там не было договора. То есть, что такое КРТ? Это штука, которая позволяет решить некие имущественные вопросы. То есть, когда человек говорит, у меня двухкомнатная квартира. До сих пор так было. Почему у нас РЗТ не один? Было два хороших проекта РЗТ. В Ленинске присутствует где-то. По-моему, тоже их разрабатывал, когда он вроде работал. Два замечательных проекта РЗТ. Ни один не полетел. Потому что все представляли себе, что они уйдут в суды не на год, а навсегда. Ничего не получится. КРТ позволяет это обойти. То есть, у человека раньше, когда было РЗТ, у человека квартира двухкомнатная в старом доме на втором этаже с деревянными переплетами. Он говорит, у меня тут прописано шесть семей. Они там не живут, но это там прописано. Я хочу восемь квартир. Почему? А почему же не шесть? Я так хочу. И на этом все заканчивалось. У меня в практике была история. Я построил всего два дома на сносимой территории. И больше, когда я был молод, мне было все равно. Все эти нервы и все остальные. После чего я сказал, больше никогда. Отселил порядка семьдесят восьми квартир. Была такая история. Коллега мой отцелил двадцать двух квартир в доме, двадцать одну квартиру выкупил. Последняя квартира по наследству была у кого-то московского чувака. Чувак сказал, да, там 21 метр. Двести двадцать за Кутузовском, и я вам, наверное, меняю. Ты там проект закрылся. КРТ позволяет этого не делать. У тебя двухкомнатная квартира. Рыночная стоимость вот такая. И если этот объект включен в КРТ, границы КРТ, у тебя и просто выкупят по существующей рыночной стоимости. Ты можешь посудиться о рыночной стоимости. Но тебе не дадут шесть квартир. Ты не дадут то, что у тебя есть. Все. Притом это просто механизм решения некоторых прав собственности для получения гражданской взятации в город. Следующий момент. ИЖС. Я, конечно, категорический противник втягивания ИЖС в рамки КРТ. Это так было бы преступление перед тем, что сделали для нас наши критики. Я говорю про городовство. И когда я, как главный конъектор области, занимался разработкой всей нормативной базы по КРТ у нас в области, я сделал все, чтобы ИЖС попала туда, в КРТ, только в исключительных случаях, которые у нас тоже есть. Например, улица Красная Зорь какая-нибудь, там еще вот в этом крае, где там можно играть КРТ, где у нас там 70% в квартале аварийного жилья на углу стоит АКН, который трогать нельзя, и 2% вросших в землю старых ИЖС. Вот тогда это все можно накрыть КРТ и с этими двумя домиками. Но брать 300, 200 домов, которые расположены, мы тут все архитекторы, друзья, вы знаете все тенденции, да, вот эти волнообразные движения города там. Его специально создают, люди строят, развивая города, они создают, когда там высотка меняется на малый этаж, то опять, то есть пространство. У нас это все есть, данным Богом, дано, развитие города Ростова волнообразных. Вы выезжаете из центра, попадаете в ИЖС, ну, проезд тачки там, портовой и так далее, да, у вас взгляд отдыхает, у вас горизонт появляется, потом попадаете на западный, потом опять у вас поле, то есть то же самое по Нагибино, да, вы едете, попадаете, одну вид, потом у нас там ИЖС, потом после него Северный, то есть эти вещи нам не надо создавать, они у нас есть. Кто поднимет руку? Второе, эти гектары, это бесплатное озеленение города. Каждый в своем доме ИЖС выращивает свою вишену, выращивает свой тюльпанчик, в городе это не платит, ни копейки. Это зелье, как можно это повсегать? Что? Ну, в коем случае не повозьтесь. Теперь нашим проектом. Я сейчас работаю в РНК «РПРАЗВИТИЯ», занимаюсь вопросом о реализации проекта КРТ на территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону, так называемый бренд «Новый Ростов». Это крупнейший проект для сегодня в России. Тут просто по эриквитике крупнейший. Это 367 гектаров земельный участок, и мы на нем реализуем наш проект. Если кто-то скажет, ну что там у нас за проект? Чистое поле, аэродромчик, чистое поле? Нет, друзья мои, там все серьезно. Мы стартовали право, точнее, как обязанности управляющей компании по этому проекту корпорация получила в августе 22-го года. 22-го года. То есть, заметить, кто строит, тот понимать нужно, что, да, чтобы это все сделать, подготовка проекта шла примерно полгода. То есть мы в 21-м году сделали все нормативную базу, в сентябре мы ее закончили формировать. Там 5 законов, 6 законов, 8 постановлений, то есть сформировали полностью нормативную базу и подготовили этот проект к реализации. Поручились, в том числе, что проект большой, не стали его выставлять и аукционы, потому что частник не под силой такого, как можно сделать, поэтому религиональная корпорация, 100-процентная дочка правительства, административного Ростовской области. И задача у нас там была и остается света. И вот сейчас я могу сказать, что вот август 22-го, когда мы получили такую задачу, вот в августе этого года будет платиться первые 100 тысяч квадратных петра, чтобы было понятно. Кто стройка занимается, должен понимать, с какой бешеной скоростью мы прошли всю эту историю. И с постановлением, и с десятком, которые там по закону нужно каждое сделать, и с проектом планировки, и со всеми этими вещами. И строить начали, и строить. И все это будет строить. И сейчас в период строительства порядка 200 тысяч квадратных метров первая сутка обедется вот в августе. Важно было, опять же, еще вот такую вещь. Обеспечить, не дать создать здесь очередной жилой район типа Левенцовка, который мне очень нравится, очень хорошо получается. Но не все потому, что не было вопроса, о ком с нами здесь. Не было инструмента этого. Я бы серьезно был, там этого инструмента просто не было. Ни один застройщик. Я пришел на аукцион, заплатил за земельный участок, ну по тем временам, 10 миллионов долларов. И мне сказали, ну ты еще теперь парк. Не, ребята, написай мне парк в аукционе. Наверное, я бы за ним 5 миллионов долларов, но я бы еще сделал такая история. А здесь есть эти все вещи. Поэтому у нас сейчас предусмотрено, обеспечить функционал новой этой территории. Не просто жилой район, а новый центр Ростова. Потому что с появлением аэропорта Плата у нас особую роль приобрел такой восточный луч развития нашей территории, нашего города. На восток, северо-восток. Здесь формируется новый центр. Центр, я бы сказал, ростовской агломерации. Ростов такой честный миллионник, сам по себе миллионник, без присоединенных частей. Но мы понимаем, что не присоединяя никому там город Оксаев, прочая рыба, граница у нас теперь, Ростова, неформальная, она вот там, в аэропорту Плата. И по восточному обходу Оксаев. То есть все это работает. Поэтому задача была сделать некий новый центр для ростовской агломерации. для чего мы там что сделали? А можно какой-то другой слайд? И он один у нас там. Потому что это с телефона сейчас сможет, что я не знаю, что он будет слайд. Не один, да? Нет, ну ладно. А, вот он, вот он, есть. Смотрите. Мы такой пытаемся шаг сделать, такой мини-Бразилия или мини-Аштана. Вот это здание правительства Ростовской области. Сюда переедет правительство Ростовской области. Проект. Потому что, в принципе, полностью здесь остаются функции губернаторские, знак собрания и так далее. Сейчас исполнили, я сюда перейду. Рядом, это, вот, когда человек говорит, ой, нам ездить далеко. Откуда? С Садовой далеко. А люди, которые ездили за 400 километров, Звезджинская, ему как? Ему здесь удобно. Он в нороге не таскается в опробку. Он заехал, встал и приехал сюда, и работает с правительством. Рядом, естественно, деловой квартал. Рядом, там, молодежный центр, полиция, еще что-то такое. И дворец, конечно. Это далеко не все, что здесь предусмотрено. Любой делопер, присутствующий здесь, человек, имеющий отношение к Ростовской области, скажет, 367 гектаров, 4 миллиона метров, вот так, на раз просто. Причем ничего не нарушая, никому не мешая, нарвалась всем критикам. Все хорошо. Сейчас, извините. Вот. Плотность низкая. У нас здесь всего полтора. Жилья. И еще примерно миллион двести иных объектов. Это правительство, деловой квартал. Вот здесь не видно просто. Это бульвар, сейчас объясню про него. Здесь квартал искусств, в котором размещается областная детская библиотека. Детская школа искусств. Филармония. Часть парка. Большой блок медицины. Новый консультационный центр. Там несколько реабилитационных центров. Две вообще поликлиники специфические, там с разными услугами. То есть большой медицинский класс. Образовательный класс. То есть в том числе мы держим территорию для одного из конкурсов. Сейчас посмотрим, как это все отработает. То есть создать именно такую штуку, в которой будет все. И второй блок. Понимаете, что время уже немножко затянули. Вторая задача, которая была поставлена. Не нарисовать красиво. Вот ревенсовки, повторяю, было нарисовано все классно. Там и парк, и дороги, и бульвар. Парк там все есть. Парк там все есть. Парк там. Здесь делать одновременно. Делать комплексно. Начали строить жилые дома. Через полгода, после начала строиться жилые домов, начали строить детский сад. Сейчас корпус детского сада уже готов. Первое. Проектируется еще два. Значит, это строительство школы. Она уже строится и будет введена в следующем году. То есть, если мы там введем жилье, понятно, ремонты там, то все. Лето потребуются уже школьные места какие-то у людей. И они будут там. И еще одна школа проектирования. Еще два детских сада проектирования и скоро будут начать строительство. Проектируются три дороги. Кто знает территорию аэропорта старого, понимаете, вот Вересаева идет улица. Она пойдет по территории, никого сносить не будет, там большой частный сектор. По территории аэропорта пройдет. Назвали ее теперь уже улица Байкова. Это наш знаменитый мир 19 века. Пойдет с выходом на Шолохова и дублер Шолохова такой будет создаваться. Она уже проектируется. Проектируется развитие улицы Берберовская. Она сейчас довольно узкая, там четырехполосная, хорошая, нормальная улица. И связь между ними с выходом на Шолохова бульвара Ветра тоже уже проектируется. То есть все три дороги, которые обеспечивают нам первый миллион метров калорий появится в любых объектах, они уже проектируются. И как только продают экспертину, мы просто финансировали их строительство. Сложная задача управления всем этим процессом, потому что разные источники финансирования. И бюджетные, и небюджетные, и общественные, и все остальное. То есть эти вещи должны быть. Дальше. Парк. Проектируется уже парк. Вот опять верните слайд, пожалуйста. Вот. Вот это парк. Десять гектаров. Он уже проектирован. Уверяю, вам понравится. Мы его выставили в публичное обсуждение. Вам понравится. Кстати, заранее хочу сказать, а я готов, вот через... Господин Трухачева принять ваше предложение о его названии. Мы не определились его названием еще. Там есть варианты, но хотелось бы получить предложение. От вас, коллеги, если будет какие-то и учитывая память места, может быть еще что-то, может современное состояние дел. Там много всяких активностей, всяких интересных чиновников. Дальше. Мы взлетную полосу, которая у нас 2,5 километра, но к ней примыкает еще часть, которая не под бетоном, тоже превращаем в такой линейный парк. Там будет единое пространство, озелененное, пересекаемое тремя бульварами, небольшими, зелёные, это пресекаемое бульвары. И этот бульвар тоже будет проходить, и это тоже в формате именно линейного парка. Поэтому говорят, ну у вас там чистое поле, друзья мои. Мы прошли все этапы КРТ. Там были десятки собственников, потому что в рамках приватизации появились удивительные вещи. Это все было выкуплено. Во всеобщем удовлетворении. Ну что там, нам сосить нечего, там все хорошо. Объясняем. 25 гектаров бетонных покрытий. 25 гектаров. Как выглядит бетонная, как выглядит бетонная покрытия? 250 миллиметров асфальтобетонная смесь особой крупности. 200 миллиметров аж синего цвета армированный железобетон. 230 миллиметров пани, на тародробной плиты. Тародробная, тоже такая, зубила мне возьмешь. Ну и под ним еще 70 сантиметров цементно-песчаной смеси, которая за 75 уже тоже стала. Вот. Поэтому есть что сносить, и с чем заниматься. И повторю, мы сделали все, чтобы все шло параллельно, чтобы все шло комплексно. Зато самое трудное, запустить из разных источников финансирование, запустить из всех процессов, чтобы все шло одновременно. Пока у нас получается. Спасибо. Готовы ответить на вопрос. Спасибо большое. А поскольку у нас совсем мало времени, я предлагаю все-таки один вопрос, если есть. Вот один вопрос есть. Кто пройти? Да, вы знаете, вот интересно, конечно, много... Ну именно как вопрос, да? Как вопрос, хорошо, да. Вот такой вопрос. Все-таки все время какой-то и теги подводить, да, как-то систематизируется вся информация. Смотрите, мы... Я тоже, как и говорили, больше строил левенцовку, тоже свой миллион квадратных метров. Каждый раз свой, но я подъем урокус, но не важно. Это как каминг-хаут. Кто строил левенцовку? Поняли? Нет. Все, дальше мы вас заслушиваем. Значит, ну, смысл в чем? Вот, и что интересно, да? Тоже что-то мне нравится, что-то не нравится, где-то есть... По большому счету. Я вот, когда пришел работать в тот самый Ростов-Граждан-Проект, у нас в окрасе лежала, да, левенцовка, это был такой первый проект комплексной реализации. Реализовался он таким образом, что мы построим дома, и это уже будет благо. И поначалу, да, как бы инфраструктура очень сильно отставала, школы, садики очень сильно отставали, за парки мы говорить не будем. Потом, значит, жизнь чуть-чуть развернулась, уже, мне кажется, это, например, других объектов, тоже, которые нам не очень нравятся, как раз на Оксаве, или, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, но смысл в том, что там школы, садики, вот сперва школы, садики, или одновременно с домами, а потом дома, да? Сейчас появился такой инструмент КРТ. Очевидно, я, честно говоря, вот тоже не воспринимаю его применительно в частной застройке, там и в какой-то маленькой школе художественной, которую проще вы купите застройки. Мне кажется, что КРТ это вот как раз предмет, инструмент реализации таких масштабных объектов, где как раз вот в каком-то симбиозе застройщик, там, власть, они вместе решают городские вопросы комплексной реализации. Прекрасно. Наверное, ну, как бы, это хороший пример. У меня просто вот, наверное, вопрос, я не знаю, может быть, в общем поделиться этим вопросом. Вот скажите, пожалуйста, следующая наша стадия, очевидно, ну, как мне представляется, может быть, я ошибаюсь, может, кто-то меня поддержит, может, я вообще неправильно не знаю. Это, наверное, для таких проектов разработка каких-то, проведение каких-то конкурсных мероприятий. Ну, потому что, как Игорь Львович сказал, что Астана, Бразилия, это все хорошие вещи, да, ну, есть еще там, не знаю, Поздавер Плац, еще что-то. То есть, Игорь Львович, вопрос нашего этапного развития отраслевого и вообще нужно ли это нам, придем ли мы, в состоянии ли мы, как общество, как бы к этому прийти, это вопрос от реализации таких крупных средовых городских объектов с широким рассмотрением каких-то возможностей. То есть, мы сейчас, грубо говоря, учимся просто реализовывать все вместе, школы, потом парки. Мы дойдем до этого, на ваш взгляд, когда будет, ну, наверное, какой-то конкурс, и город будет хотеть получить что-то, ну, что-то, вот что-то, вот что-то такое. Спасибо. Хороший на самом деле вопрос. Обычно американские профессораты говорят, что не знают, что отвечать, да, это смотри, какое еще это есть. Да, но я знаю, что ответить. Смотрите, КРТ дает нам эту возможность, я поопреку не про сакральности, да, вот тут приводился пример, как работает Думареф. Вот в Ростове тоже один проект реализуется Думарефом. Подход очень жесткий. Вот, когда приходят люди на КРТ Думарефом, там все очень просто. Там институт генпланы Москвы, господин Собянин, сначала готовят презентацию, то есть мастер-план, там все остальное, да, это в Москве когда делается, а когда Думареф делают, они готовы на то же самое, потому что видят, сабянинские бумаги, они классно сделаны, но в Думарефе тоже хорошо. У нас сейчас в Александровке, на 11 пресловутых гектаров, на бывшем антенном пуле, ведется такой проект имени Думарефа. Я видел условия, они дали генплан, мастер-план, они дали архитектурный дубль зданий, этажность, все, полностью дали. Они дали объекты социальной инфраструктуры, иную инфраструктуру, они дали эскиз благоустройства. Они все это дали, сказали, мы хотим, чтобы было так. Пришел застройщик, выиграл торги, и сейчас можете поехать, посмотреть, он строит, вот ровно, берешь картинку Думарефа, и он по ней строит. Он не может наступить ни на шаг, потому что он получит такие штрафные санкции, что он мало не платит. То есть, что такое опять КРТ? Это самое главное, я сказал, кстати. Что такое КРТ? КРТ-то, когда город в лице своих, не знаю, депутатов, мэров и так далее, но это, они должны отражать как бы мнение города. Говорят, братан, вот у тебя земельный участок, ты его собственник, я не возражаю. Но город считает, что здесь должен быть не твой бедюшный ресторан, там какой-то, а не должна быть красивая застройка, вот с этим, с этим и с этим, посмотри, как мы тебе нарисовали, а мы еще приложили тебе финмодель, которая абсолютно летает, ты из дна проекта выходишь там через полтора года, в аэн-перио у тебя вылетает замечательная штука на карман, там зарабатываешь такую кучу денег, все у тебя классно, бери и делай, как мы тебе сказали. Товарищ говорит, не хочу. Город говорит, замечательно, это все КРТ, позволяет действующее законодательство. Мы у тебя это все по разочной стоимости выкупаем, мы вставляем на аукцион и говорим, кто хочет сделать так, как хочет город. Человек выигрывает аукцион, приходит, где он так, как хочет город. А как теперь городу вот это все из себя вытянуть и показать? А для этого города работают квалифицированные архитекторы, есть архитектурное сообщество, есть городостроительное сообщество, есть просто жители, которые знают, что они хотят. То есть у нас сегодня... Кроме тех, которые ничего не хотят. У нас сегодня... Спасибо.